По оценкам экспертов, количество обманутых дольщиков в Новосибирске исчисляется пятью тысячами человек. Свою лепту в эту печальную статистику внесла и строительная компания «Сумет». Летопись этого аутсайдера рынка прецедент ведет все последние годы. Вот это вот моя квартира, будущее, в которой, я надеюсь, будет жить мой сын. Но пока, видите, все это только на бумаге и вот в таком виде неприглядном. Этот квартирный локоть вроде бы и близок, но укусить его Татьяна Постоева, как и десятки других инвесторов ЗАУ «Сумет», которые вкладывали свои деньги еще в середине нулевых в новостройку на Станиславского 10, так и не могут. В договоре было отмечено, что дом будет сдан в четвертом квартале 2006 года. Потом мы получили письмо, что этот срок переносится на седьмой год. А затем, когда регистрируют юстиции, долевой договор, неожиданно срок стал уже в восьмом году. Свои первые визиты на недострои «Сумета» съемочная бригада прецедента стала делать еще в 2008-м. Почему я и моя семья выбрали именно «Сумет»? Ведь оно как звучало? Строительное управление металлургов. Это мощный наш металлургический завод. Тогда первое лицо компании Владимир Зурков пытался аргументировать причины своего строительного фиаско. Этот дом планировался под финансированием банка. Вы были договорены с одним из банков, что он этот дом профинансирует. Но банк в последний момент отказался. Годы спустя даже просто найти Владимира Владимировича – задача не из легких. Нам, нас к вам отправили, сказали, что Владимир Владимирович Позыркова здесь сможем найти. Ну да, он постоянно находится, он на объектах. В послужном списке «Зао «Сумет»» числятся три недостроенных дома на Станиславского, Новосибирской и Пархоменко. Еще два на связистов – тяжелое наследие ОО «Сумет Сибирь плюс». Мы не можем забрать наш дом. Он находится в конкурсном производстве. Летом 2011-го главное следственное управление МВД по Новосибирской области рапортовало о возбуждении уголовного дела в отношении руководителей суметовских вариаций. Но полгода спустя наш запрос о ходе следствия так и остался без ответа. Впрочем, даже если кто-то реально и окажется на скамье подсудимых, это не приблизит час новоселья. На сегодняшний день, к сожалению, я не смогу в этой квартире проживать. Мы вот с вами сейчас видим, что он стоит совершенно не готовый. И когда завершится строительство, я вообще не представляю. Станиславского, 10 – один из трех домов, включенных в конкурсную массу, которая была сформирована в связи с банкротством «Зао «Сумет». Что касается фактического состояния, это один из лучших домов, потому что если мы берем там Пархоменко, Новосибирск, там степень готовности немного ниже. Но это благополучие обманчиво. ТСЖ-монумент, созданный несколько лет назад, пыталась самостоятельно достроить дом. Построили в этом доме верхний восьмой технический этаж, большое количество перегородок и сложили подъездную часть в десятиэтажной секции. До финишной ленточки вроде бы подать рукой, но добежать до нее уже не хватает финансовых сил. По большому счету за три года никаких глобальных подвижек не произошло. У членов ТСЖ возникли вопросы, которые они пока разрешить не могут. Самим инвесторам, членам ТСЖ, нужно сначала определиться, как говорится, с легитимностью действующего правления. В областном правительстве, нас уверяет, площадка «Сумета» здесь под особым контролем. Но с результатами этого присмотра пока проблематично. Разрешение на строительство отсутствует. То есть оно было изначально, выдано в восьмом году, закончилось в марте девятого года. Земельный участок был передан ЗАО «Сумет» по договору аренды. На сегодняшний день тоже, соответственно, срок действия закончился. Обращались в мэрию за тем, чтобы получить договор на строительство. Аренду земли мэрия держала четыре месяца, но тем не менее подписала нам. Но уже в юстиции этот договор также был отклонен. 12 января конкурсный управляющий ЗАО «Сумет» опять подал очередную жалобу. И наше решение суда, которое в нашу пользу было, оно опять отменено. Конкурсный управляющий, на которого пеняют наши герои, альтернативно аргументирует. По отчетности 2007 года в доме со 120 квартирами, 41 гаражом и административными площадями фигурировало 133 заключенных договора. Почему получилось так, что непосредственно в преддверии процедуры банкротства, значит, там как минимум 41 объект был свободный от договорных обязательств. А сейчас, когда началась процедура банкротства, эти объекты исчезли. Впрочем, главный вопрос в другом. Есть ли вообще у региональных властей комплексное представление о том, как выйти из долгостроенного пике, если нет даже точной статистики? На учете в администрации области 29 проблемных объектов, на учете в прокуратуре области 58 проблемных объектов. Ну, наверное, это ближе к истине. Не было никакого критерия отнесения домов к проблемным. Мы основывались на той информации, которая у нас была в министерстве по обращениям граждан. По разным оцентам, чтобы довести до ума все вставшие колом строительные площадки в Новосибирске потребуются от 4 до 6 миллиардов рублей. В регионе таких денег нет, но их не выделит и федеральный бюджет. Федеральный бюджет имеет четкую позицию. Господа, значит, коллеги, вы на своей территории допустили, вы и решаете. При этом еще в прошлом году законодательное собрание внесло поправки в профильный областной закон, по которому организованным ЖСК должны бесплатно выдаваться дополнительные земельные участки. Но пока этот реанимационный инструмент так и не заработал. Дело за постановлением мэрии, согласно которому будет весь этот механизм и просматриваться. Представьте, вы мэр. На площади перед мэрией проходят демонстрации и выходят с транспарантами, с лозунгами, на которых там ваше имя по-всячески склоняется. Не понять, что ситуация вызывает крайнее напряжение, потому что она перезревшая, но тяжело. Пока не будет решения вопроса как на уровне субъекта федерации, так и на федеральном уровне в отношении выделения земли для пострадавших дольщиков, выделения каких-то финансовых средств, особых глобальных подвижек ждать как-то не сильно приходится. На прошедшей неделе мэр и губернатор посетили печально известную площадку социальной инициативы на большевистской. Здесь наконец-то появился достойный застройщик. Решаются вопросы и с обманутыми инвесторами, которые томились ожиданием несколько лет. Но этот локальный успех пока, к сожалению, не определяет всей долгостроенной картины сибирской столицы. Очень сложно, очень сложно и хотелось бы. Мы просто просим обратить внимание на наш недострой. Просим.